Уважаемые коллеги, дорогие друзья, участники Международной Молодежь и Научной Школы. Хотя в данном моменте нас разделяют тысячи километров и работа не позволяет мне присутствовать лично, я чувствую себя приучастным. Томск для меня является одним из важнейших городов, где мои близкие друзья, где работала и продолжает работать Ассоциация иностранных студентов России, основателем и президентом, который я являлся в долгие годы. Позже, уже став срезвычайным и полномочным послом Республики Бенин в России и во всех республиках СНГ, я также посещал город Томск и томские вузы. Встречался с официальными лицами, с ректорами, с преподавателями, выпускниками, обсуждал разные проблемы Международного Молодежного Сотрудничества. Мы вместе, дорогие друзья, наводили мосты между Великой Сибирской землей и Солнечным Африканским континентом. И сегодня, когда вы проводите очередное международное мероприятие от имени Международного Координационного Совета, выпускников учебного заведения НКОР ВУЗ, генеральным директором, который был избран на международные встречи, выпускников советских и российских вузов, я хотел бы поздравить и поприветствовать вас от имени этой организации. Все мы хорошо понимаем, что репутация вуза, любого вуза, создается его выпускниками, и существенную роль в формировании этого имиджа играют, безусловно, иностранные студенты и выпускники. Но для этого, чтобы их голос был услышан на международном уровне, потребуется консолидация усилий. Деятельность организации, которую я возглавляю, ЭКОР ВУЗ, направлена на решение вопросов сотрудничества с Национальным объединением и отделением, выпускниками учебных заведений, разрешение международной академической мобильности граждан, а также представление интересов членов организации, что подтвердает специальный консультационный статус Совета ЮНЕСКО и ЭКОСОС ООН. Хотелось бы особо отметить роль встречи выпускников советских и российских вузов на международном арене. С 1997 года под эгидой и при участии Совета проведено более 20 международных и всемирных форум в Ливане, Больгарии, Непале, Марокко, Тунис, Египет, во Вьетнаме, в Йордане, в Панаме, в Сербии, в Черногории, в Сирии, в Доминиканской Республике, в Китае, в Коста-Рико и, безусловно, и, конечно, в России. В настоящее время, дорогие друзья, участники нашей международной школы, многие выпускники занимают очень важные политические, экономические и общественные, и они занимают очень важные места в политической и экономической сферах своих стран. Нас много сегодня, выпускников, около 1 миллиона по всему миру. И мы осознаем, что от нас, иностранных выпускников, зависит очень многое в проектах, инициативах по развитию имени российского образования за рубежом. Сегодняшнее мероприятие посвящено новым форматам и направлениям работы в полиэтнокультурно-образовательном пространстве. Это сложное, но емкое понятие раскрывает во многих аспектах, и в том числе в вопросах международного гуманитарного сотрудничества выпускников высших учебных заведений. В рамках молодежной научной школы необходимо, мне кажется, говорить о многом, в том числе о перспективных профессиях будущего. В свое время для меня, выпускника советского вуза, кстати, я закончил РГУ «Нефтегаз» имени Губкина, огромную роль сыграл прикладные технологии. А сегодня мы стоим на пороге цифровой этапа развития цивилизации, которая бросает нам новые вызовы, и отвечать на них придется вам, дорогие мои друзья, уважаемые студенты и завтрашние выпускники. Мир меняется каждый день, каждую минуту. Необходимо шагать в ногу со временем, и здесь важнейшую роль в становлении профессиональной игре образовательной среды. Именно в ней человек развивается как гармоничные личности, если при этом учтены факторы взаимного уважения разной культуры, традиций, религии. Взгляд в будущее не может быть полноценным без понимания корней. Опыт томских вузов является примером грамотной, эффективной реализации политики международного молодежного сотрудничества, работе с выпускниками, образовательных обменов, научных стажировок и других не менее важных направлений. О вашем примере, в частности, я вспоминаю, когда на крупных международных мероприятиях заходит речь о российских образованиях. Отдельно хотел бы сказать о той работе, большой работе, важной работе, которую проводит Людмила Ахметова. Человек, которого я знаю и с которым я работал в протяжении многих лет. Я говорю не только о данном мероприятии, которое она проводит, но и о достижении международного центра, который много лет руководила Людмила. Обе таких центров помогают понять, что самая сложная работа в области международного сотрудничества, научного, культурного и образовательного сотрудничества, осуществляется на местах. Сегодня в этом зале собрались студенты, преподаватели, выпускники, эксперты, все те, кто уверен, что у российского образования светлое будущее. Я поддерживаю ваши устремления. Я готов помогать вам, дорогие мои друзья, на международной арене и идти вместе с вами к новым достижениям и новым вершинам. Жду приглашения от вас в Томск. Успешной вам работе, дорогие мои друзья. До встречи и с наступающим Новым Годом. Большое вам спасибо и до встречи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok